здравствуйте друзья в эфире 3d news daily и сегодня мы продолжим подводить итоги уходящего года на этот раз поговорим о том каким 2016 был для microsoft самым громким моментом для редмонской корпорации стала покупка linkedin за 26 миллиардов долларов это приобретение обошлось microsoft дороже чем skype мобильное подразделение nokia и minecraft вместе взятые цена высока но сделка полностью укладывается в амбиции корпорации на ниве облачных платформ и сервисов у windows 10 был непростой год несмотря на чрезвычайно агрессивную стратегию перехода на новейшую ос microsoft придется признать что один миллиард активных пользователей за 23 года останется недостижимой величиной проблемный старт anniversary апдейт тоже не улучшил ситуацию впрочем 400 миллионов пользователей за первые 15 месяцев тоже очень неплохой результат но самые большие новости о будущем windows 10 пришли под конец года когда microsoft анонсировала полный перенос настольной десятки на чипсеты arm это изменит мобильный рынок не сегодня и не завтра но в скором будущем а началось все именно в 2016 а для мобильной десятки на этом все и закончилось система была брошена мизерные продажи аппаратов окончательно схлопнулись все настолько плохо что даже выход бизнес-смартфона hp elite x3 никак не повлиял на ситуацию а слухи о surface phone так и остались слухами если он и существует то его наверняка приберегли для будущей интеграции windows 10 и арм бренд surface пострадал в другом первые полгода жизни surface pro 4 и surface book выпущенных в октябре 2015-го были кошмарными только к середине весны microsoft смогла раздавить большинство критических багов и подружить устройство с процессорами intel skylight а ближе к концу года корпорация реабилитировалась выпуском surface studio моноблок был очень хорошо встречен публикой в том числе и фанатами apple которых купертинцы в этом году оставили без новых маков виртуальная реальность в этом году начала делать первые шаги на коммерческом рынке и здесь microsoft хочет занять сразу несколько ниш hololens стал доступен за пределами сша и канады но по-прежнему остается дорогим инструментом для разработчиков и профессионалов в сфере потребительских решений на платформе windows holographic будут выступать вир гарнитуры от партнеров объединенные общими спецификациями системными требованиями и стоимостью которая составит 300 долларов массовой истерии и бума по-прежнему не ожидается но тенденция к неуклонному снижению цены и порога вхождения не может не радовать завтра мы продолжим подводить итоги так что не уходите далеко и заглядывайте на 3d news точка ру если хотите еще новостей до встречи друзья